Всем привет дорогие друзья, с вами Вейдер и сегодня мы с вами посмотрим интереснейший бой на топовом американском тяже 10 уровня Т-57 Хэви. Как вы знаете, в обновлении 09.15.1 ему апнули бронирование и теперь ВЛД способна отбивать снаряды, что мы в принципе и будем лицезреть в данном бою. И здесь наш герой покажет нам грамотные действия, будет правильно выезжать и конечно же наносить тучу дома. Ну, об этом о всем по порядку, я немножко ускорю, так как это все-таки тяжелый танк и динамика у него в принципе сносная. Ну, это не такие динамичные бои, как на легких танках или же на средних танках. Но и не такие скучные, как на БТСАУ. Стандартных, без башен или без какой-либо дикой динамики. Ну, а сейчас смотрите, вся суть барабанных танков. Посмотрите, противник зазевался. Просто-напросто вылез и все. Раз, два, три и четыре. Все. Один барабан девятого уровня СТ практически нет. Остался ваншотный. Нас один из четыре пробил, но в бортбашне. Что в принципе понятно. Но вот в ВЛД нас уже не пробивает, не пробивают второй раз. Что нас, конечно же, только радует. Кто-то по нас, по нам мажет. И хэвик отхватывает от кого-то и снова ловим лампу. Смотря на сетап, можно увидеть одну замечательную вещь. Я просто готов на это смотреть все время. Нет артиллерии. Нет этих коричневых друзей. Которые тебе не мешают играть. Нет, это они привносят в твой геймплей изюминку. Ты выходишь, танкуешь от башни или от корпуса. И тебя хрязь на две тысячи или на тысячу. Смотря кто стрельнет. Смотри. На гуслю посадил. Отхватил разу. Долго, кстати, нас из четыре выцеливал. И последний снаряд с уроном. Один раз не пробили. А все остальное с уроном зашло. Это все говорит об этом пробитии в 258. Это пробитие не рекордное. Но. Оно. Позволяет нам комфортно играть. Что, конечно же, нас радует. И тем временем смотрим вообще, что происходит на карте. Здесь засели ПТшки. У нас тут главная ПТшка есть. Это все понимаем. Это все в порядке. Два средних танка. У нас средние танки. Один, по-моему, спит. Один, что-то чем-то непонятным занят. Счет тем временем 1-5. Не в нашу пользу. И разница по МП. И сома отличается. И подхватываем от хомяка. Он выбрал нас. Приоритетная цель. Еще отхватываем от С4. Швыряют нам в механика водителя. И в гуслю еще. Мы все это чиним. Тем временем, ребят. Счет 1-6. Как по мне, красных на карте намного больше. Пусть даже и зелененькие, понатыканные на мини-карты. Повсюду. Но я такое частенькое ощущение, что красных реально больше, чем зеленых. Даже еще в начале боя, когда все разъехались, как будто везде больше красных. И что с хэвиком? Вражеским. Е5 ему в принципе ничего не сделает. Даст максимум 2 тычки. Это максимум. Ошибается хэвик. 1700 хп. 1, 2, 3, 4. Нет хэвика. Нет топового тяжа. 70 уровня. Это вся суть барабана. Ты можешь просто посадить на гусеник. И расстреливать. И все. Вот. ББ-тички закончились. Счет 3-6. Уже у нас немало урона. Ах, команда все равно сливается. 3-7. ТВП непонятно зачем ворвался наш садойку. Детями барабан закончится. Добрали и шсадойку. И снова на кд. И смотрим. Яга 100 фуловая. Хэвика сейчас заберут. А как там поживает наша ПТ-шка? А все в порядке, она фуловая. Замечательно. Так. А как мы видим, грилек подъехал сюда. Значит будет напихивать на нас. И выезжать нужно максимально. Осторожно. И... С огромной скоростью реализовать барабан. Отхватываем от гриля. Да, гриля. Но непонятно почему стрелял фугасами. Непонятно почему. Мог бы добить. Налегке. А вот едет немецкий мастодон. Топовая ПТ-шка 10 уровня. Яга Е100. Отхватила от Е100. Ну и мы так аккуратненько ее забираем. Все. Она рашила, но что-то пошло видимо не так. И конечно же вот видна башня Хэвика. Шмыряем ей. Возможно ББшкой мы бы не пробили. Там и башня где-то подрисовали броню. Но... Голдой пробитие в 340 хватает с головой. Да в принципе мало танков, которые держат такую голду в 340 миллиметров. Смотрим. Грилек все-таки подъехал. Он фуловый. 1800 хп. Он под нас подставляется. Первый раз снаряд тут непонятно летит. Все-таки нужно учитывать что это американское оружие. А не немецкое. Какого-то Епися. И сбрасываем барабан. Отсвечиваемся. Так. Наш... У нашей ПТшки все хорошо. Она настреливает грилю 15. И пытаемся выцелить. Швыряет. У нашей ПТшки... Или реально наше ПТшки. Или Есота, или Яга. Кто-то швыронул на 500. Ну, это не у кого нет такого. Все. Весоты добирают гриля. И мы принимаем решение. Вернее, наш герой принимает решение. Добрать гриля, который был на балконе. Ведь там он может и не светиться. Говорится, стоять и не отсвечивать. И не нужно забывать про того гриля, который стоит на долине. Да, вот, кстати, он и засветился. Смотрим. Мы сматываем. Кидаем два снаряда. Попали, не попали. Узнаем попозже. Ну, а пока, учитывая то, что... Для нас на два шота, а мы вообще маршотные. Нет, все-таки попали один раз. Что нас, конечно же, радует. И замечаем, что Япония с восьмого уровня... Нигде не был замечен. То есть, он нигде не был. На миникарте никаких обозначений нет. Значит, он стоит на базе ИСБ. Хотя, есть вероятность того, что... Он проснется. Но нет. Стоит себе. Отдыхает. Зачем бой тащить? Хотя, если бы гриль более... Разумно... Отыграл... То... На пару с ОХО, если бы ОХО забрал нашего героя. Если бы кто-то вам помогла грилька забрать. Да, я же... Наш герой, я не понимаю, как промахивался. Но, сам факт, он его забрал. Ребят, подписывайтесь на канал. На паблик. Рассказывайте друзьям. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. А я с вами прощаюсь. С вами был Вейдер. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok